Пентагон сдал назад после того, как Остин сказал, что Израиль убил в Газе более 25 тысяч женщин и детей. Представитель Пентагона заявил, что министр обороны говорил об общем числе палестинцев, убитых Израилем, но цифры говорят другое. Палестинцы... Во вторник Пентагон пытался снизить резонанс, вызванный... Когда это было? От какого числа? 29 февраля. С тех пор цифры, наверное, выросли. Итак, во время слушаний в Конгрессе Ллойд Остин сказал, что за 146 дней атаки Израилем в Газе было убито более 25 тысяч женщин и детей. Фраза Остина была ответом на вопрос конгрессмена Роккана во время слушаний в Конгрессе по вооруженным силам. Вот бы у нас была запись всего этого. Так сколько палестинских женщин и детей... А у нас нет видео. Было убито Израилем 7 октября, спросил Роккана. Это оно? Так сколько палестинских женщин и детей было убито Израилем... Ну да, вот оно. Так сколько палестинских женщин и детей было убито Израилем 7 октября? Более 25 тысяч. Господин министр, на прошлой неделе Верховный Комиссар ООН по правам человека... ООН произнес это вслух, смотри. Так сколько палестинских женщин и детей было убито Израилем 7 октября? Более 25 тысяч. Ага, он стар у нас, значит Владимир Пухт. На прошлой неделе Верховный Комиссар ООН по правам человека предупредил, что любая передача оружия или боеприпасов Израилю нарушает международное право. Сколько единиц высокоточного вооружения Соединенные Штаты с начала войны передали Израилю? У меня прямо сейчас нет этих данных, но мы... Около 21 тысячи единиц высокоточного вооружения с начала войны было передано Израилю. Господин Остин, на прошлой неделе вы разговаривали с министром обороны Галантом, и вы заявили, что перед тем, как начать военную операцию, нужно разработать план по обеспечению безопасности тех, кто укрывается в РАФе. Советник по госбезопасности Салливан заявил, что еще не видел этого плана. Джон Кирби сказал, что вторжение в РАФу будет катастрофой. Если Нетаньяху не послушает Америку и вторнется в РАФу, то можете ли вы пообещать нам, что прекратите дальнейшие военные поставки Израилю? Нет. Ну, это президенту решать, конечно, но мы ожидаем, что... И, кстати, я разговаривал с министром Галантом вчера вечером, и я полагаю, что то оружие, которое мы отправляем нашим союзникам, что они будут использовать его правильно. Можете ли вы нам пообещать, что если они нас не послушают и нарушат международное право, что, кстати, противоречит нашим меморандумам о безопасности под номерами 18 и 20, что если они не будут делать то, что мы им говорим, то мы приостановим поставки вооружения? Еще раз, указ по решению по приостановке помощи вооружениям принимать не мне. Но каково ваше мнение? Опять же, я действительно рассчитываю, что они ответственно подойдут к использованию нашего вооружения, а если нет, у меня уже заканчивается время. Я считаю, что их трудно будет назвать ответственными, если они не услышат то, что говорите им вы и что говорят Керби Салливаном. Синди Маккейн, глава Всемирной продовольственной программы, говорит, что палестинские дети голодают. Битсацель Стормрич, министр финансов Израиля, ограничил доступ в газу американской муки, за которую заплатили наши налогоплательщики. Если Израиль и в дальнейшем будет ограничивать доступ американской помощи в газу, то готовы ли вы тогда прекратить поставки вооружения? Еще раз, это не мне решать. Я, во-первых, я буду продолжать делать то, что уже делал, разговаривать с властями и призывать их к тому, чтобы гуманитарная помощь... Вы это уже говорили, у меня есть еще вопрос. Но вообще-то, если какая-то страна идет против вас, против советника по госбезопасности, против президента, против меморандума о госбезопасности за номером 20, то для нее должны быть некие последствия. Я был удивлен, когда Джон Кирби сказал, что Израиль предпринимает по защите мирных граждан больше мер, чем армия США. Надеюсь, нет. Господин Остин, разве это заявление верно, учитывая, что Израиль использует сотни бомб весом в тонну в местах, где гражданским негде укрыться? Разве правительство США когда-либо атаковало террористов такими бомбами в густонаселенных районах? Ну, мы... Это зависит от ситуации. Да, мы тоже творили еще. Разве мы тоже так поступали? Использовали 45% неумных бомб, использовали бомбы весом в тонну. Вы правда считаете, что израильское правительство, армия, предпринимает больше мер предосторожности, чем американская армия? Я считаю... Что одни, что другие, два сапога... Основываясь на итоговые цифры, если мы посмотрим на серьезные потери среди... Ваше время и стекло. Слава богу. Ну и слава богу. Министр Остин стоит там как чучело. И, кстати, Рокхана, заткнись уже нахер, а что бы ты... Ты бы ни хера не поменял. Ни хера бы. Он же... Он ведь зарезнен на Украине. Почти сразу же представитель Пентагона Сабрина Сингх попыталась сгладить слова своего начальника, заявив, что Остин опирался на данные, предоставляемые Министерством здравоохранения Газы, и что министр обороны говорил об общем количестве убитых в Газе палестинцев. Но заявление Сингх не соотносится с данными. Согласно данным Министерства здравоохранения Газа, опубликованным в «Израильском Таймс», во вторник, 7 октября, израильские военные убили в Газе как минимум 30 189 палестинцев, из которых минимум 13 200 детей. Слушай, они как будто охотятся за детей. Да, это не случайность, это не просто шальные бомбы. Они специально убивают детей и женщин, как в Дрездене. Они сами же говорят. А также 8860 женщин, всего 22 090. О, как-то... Они хотят убивать детей. Они хотят убивать детей, так что они гораздо точнее бьют, чем американцы, ведь их целью являются именно женщины и дети. Это их цель. Они сами так говорят. Еще как минимум 10 тысяч людей пропали и считаются погребенными под обломками разрушенных зданий. Но даже эта цифра, вероятно, весьма занижена. Если предположить, что только половина пропавших людей — это женщины и дети, хотя среди погибших их 73%, то тогда общее число убитых женщин и детей становится гораздо больше, чем 25 тысяч. В октябре президента США Джо Байдена обвиняли в отрицании геноцида после его заявления, что он не доверяет данным, исходящим от палестинских властей. Несмотря на то, что ООН, правозащитные организации, израильские и международные СМИ признали их достоверными, признала даже администрация Байдена во время последующих сообщений об израильских атаках по Газе. Выступление Лифа во время слушаний в Конгрессе было прервано активистками из Код Пинг. Члены этой женской антивоенной группы также присутствовали во время выступления Остина, где Кхана заявил, что Соединенные Штаты поставили 21 тысячу единиц. Так, мы уже говорили об этом. Во вторник представитель Госдепартамента США Мэтт Миллер довольно неловко отвечал на вопрос палестинского журналиста Саида Ариката о том, почему правительству так трудно сказать, что оно порицает убийство палестинских женщин и детей. «Мы не хотим, чтобы люди умирали», — сказал Миллер в ответ на давление. Ну, твои израильские друзья... Со стороны Ариката. Но представитель так и не сказал, что он порицает. И обвинил Хамас в том, что более ста тысяч палестинцев были убиты и покалечены израильскими войсками при поддержке США. Бог с ним, не говори «порицаю». Мне нравится эта битва за слово «порицаю». Как будто это что-то поменяет. Ладно, я порицаю, и что, что-то поменялось? Нет. Нет. Итак. Это... Это всё довольно любопытно. Я ведь разговаривал с людьми, о которых упоминал Курт, людьми, говорящими... «Эй, но мы ведь сами сделали то же самое в Дрездене». Для того, чтобы закончить войну, приходится делать ужасные вещи. Вот что они говорили. Но только если ты не Путин. Тогда нельзя. Что ж. Вы все настолько же омерзительны, как и Дик Чейни. Омерзительны, как Гитлер. И да, как и Гитлер. Да вы только послушайте, что они говорят. Я... Кстати, нам не надо было бомбить Дрезден, чтобы закончить войну, так же, как и сбрасывать те ядерные бомбы. А мы сбросили двери. Нам надо было просто напугать Сталина. И всё так хорошо сработало, что он сразу же получил бомбу от нас. И продолжил этот кошмар. Все эти планы никогда не срабатывали. Ну, может, кроме создания рабочих мест. Так... Так что я больше даже не хочу слушать, когда очередной яйцеголовый академик начинает всю эту психологию. А как смогли нацисты создать весь этот ужасный холокост, в то время как обычные люди сидели сложа руки? Интересно, как же так получилось? Итак, Карл Юнг... Его как-то попросили осудить только нацистов. Сказать, что только они зло. Но он не стал. Так как понимал, что у нас у каждого сидит нацист в голове. Да. И мы видели это неоднократно. Посмотри на... Да, просто на мировую... На резню в Нанкине. Посмотри, что сделали китайцы. Нет, это японцы сделали с китайцами. Да, японцы сделали с китайцами. А что потом сделали китайцы со своим народом во время культурной революции? Посмотри на... На... То, что Израиль делает с Газой. Посмотри на то, как мы вообще заполучили нашу прекрасную страну. Посмотри на то, что мы сделали с Дрезденом. Посмотри на то, как мы сбрасывали ядерные бомбы. Посмотри... Как только что сказал Курт, посмотри на то, как мы вообще заполучили нашу прекрасную страну. Посмотри, что мы сделали с индейцами. Мы устроили... Я не хочу особо обвинять Израиль, Ведь у нас самих не было этой прекрасной страны. И нет, мы не собираемся не начинать выяснять, чья была земля. Вы уже надоели с этим. Мы ничего не вернем обратно. Мы ничего не вернем. Но это хотя бы было сотни лет назад, и никто не пытается сделать что-то подобное сегодня. Да. И все эти с разноцветными волосами «Колониализм!» Они несут эту чушь в то время... Это все какой-то бред. Это все цирк с клоунами. И дальше будет только веселее. Мы будем сталкиваться со все более жутким злом, и в итоге все превратится в абсурд. Когда они говорят... Кстати, я недавно посмотрел ролик на канале «Диссидентство». Я думал, канал называется «Диссидент», но нет, он называется «Диссидентство». Ну, бог с ним. Я посмотрел у них ролик про то, как ADL говорила про рост антисемитизма. Знаешь почему? Потому что теперь они стали считать критику сионизма за антисемитизм. Да. И, конечно же, это не антисемитизм. Но знаете, кто хочет, чтобы вы думали, что иудаизм и сионизм одно? Сионисты. И Гитлер. Гитлер этого же хотел. Кстати, не знаю, в курсе ли ты, насколько эта организация — кусок дерьма? Я в курсе. Помнишь этот знаменитый геноцид армян? Антидеформационная лига. Итак, Эйп Фоксман — тот, который основал эту лигу, и который такой же кусок дерьма, как и нынешний ее руководитель. Так вот, причина, по которой геноцид армян так и не был признан в Америке, это не только Турция, но еще потому, что ADL жестко сопротивлялась этому признанию. Да ладно. Так как Эйп Фоксман, и я, клянусь богом, не хотел отвлечения внимания от Холокоста. Так что не вини только турков. Это также ADL времен Фоксмана. Вот насколько я наивный идиот, считал, что никогда больше означает, чтобы больше никогда не было Холокоста. Нет, нет, нет. Нет, это только для них. Нет, это только для них. Только для них. Только для них. Если вы делаете это с другими, то пойдет. И знаешь эту идею, что... евреи какие-то особенные, поэтому им нужна именно эта особенная земля для своей защиты, ведь они пострадали от Холокоста. Но есть же немало народностей. Малых народов, у которых нет своей... Как насчет американских индейцев? Это именно народы, а не религиозные объединения. Да, у американских индейцев нет своей страны. У аборигенов нет своей страны. И это, кстати, тебя не защитит. И вот, моя любимая, я это три раза уже слышал. Если не будет Израиля, нигде в мире евреям быть небезопасно. Не знаю, в Нью-Йорке они вполне в безопасности. Постой, постой, постой. Вполне безопасно. Так вот, что дает евреям... Евреи постоянно говорят о том, что чувствуют себя в безопасности, так как Израиль дает им защиту от... Ну, знаешь, когда твои знакомые евреи говорят, я чувствую себя в полной безопасности. Постоянно говорят об этом. Даже если кто-нибудь что-то и скажет, то мне не страшно, я чувствую себя в безопасности. Знаешь, что где-то там есть Израиль. Поэтому я не стал параноиком. О чём вообще говорят эти люди? Он даёт вам защиту? Ну, 7 октября у него не особо получилось, нет? Нет. Субтитры создавал DimaTorzok